Юные таланты проявили себя, а маститы и профессионалы оценили их творчество. В Ульяновске состоялись 12-й региональные дельфийские игры. В этом году организаторы изменили формат конкурса. Из-за напряженной обстановки с коронавирусом его провели заочно. Мэтры музыки, артисты, цирка, театры и другие деятели отсмотрели видеозаписи выступлений. Наша съемочная группа побывала в губернаторской школе искусств для одаренных детей. В одном из классов собрались преподаватели, они отсмотрели материал, который присылали конкурсанты из Ульяновской области. В этот день в центре внимания оказались юные скрипачи. Артист символического оркестра и преподаватель Владимир Доронин рассказал о сложностях работы в новых условиях. Конечно, это достаточно сложный процесс, потому что, когда участник выходит на сцену, у него всегда есть творческий подъем, какое-то творческое волнение, что сказывается и на его игре, и как в одну, и в другую сторону. А когда участник присылает свою запись, мы понимаем, что это немножко не то, потому что ученик мог что-то переписать, то, что неудачно получилось. Поэтому, конечно, комиссия это все учитывает. Несмотря на заочный формат, опытной комиссии удалось отделить лучшие выступления, ведь технику исполнения и сценическую харизму заметны и с экрана проектора. Что касается антиковидных мер, в губернаторской школе они соблюдаются. Привычных звуков, музыкальных инструментов и вокала сейчас не услышать. Все педагоги занимаются с учениками дистанционно. Когда ковидные каникулы закончатся, учреждение будет готово вновь встретить начинающих музыкантов. Все условия созданы. Как обычно, образовательные учреждения – это входной фильтр, измерение температуры, санитарная обработка рук и помещений. В данный момент в вынужденном каникулярном режиме будут проведены дезинфицирующие мероприятия на территории всей школы. Дельфийские игры завершились, победители получили награды. По итогам во всех номинациях 98 ребят стали почетными золотыми медалистами, 74 – серебряными и 90 – бронзовыми. С полным перечнем результатов можно ознакомиться на официальном сайте губернаторской школы. Интересно то, что визитной карточкой 12-х состязаний оказалось участие юных цирковых артистов. В этот раз впервые в истории работали в сотрудничестве с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства имени Михаила Николаевича Румянцева. Преподаватели известного заведения оценивали номера учеников региональных школ и студий. В номинации «Цирк» золотую медаль получила Влада Антонова. Воздушная гимнастка выступила с номером под названием «Ноктюрн». Триумфаторами также стали коллектив «Импульс» и Богдан Андреев из Ульяновска.